Доброго вечера, дорогие земляки! Коротко об итогах понедельника. Оперативная обстановка на нашем направлении сохраняется достаточно напряженной, но благодаря мужеству и героизму наших солдат находится под полным контролем вооруженных сил Украины. По информации Министерства обороны Украины и оперативного командования Пивдень, на нашей линии фронта враг сосредотачивает свои усилия на удержании занятых рубежей и недопущении наступления наших войск. Мирные жители временно оккупированных территорий продолжают рассказывать про системное мародерство со стороны оккупантов, угрозы фермерам, предпринимателям, похищения людей. Враг продолжает варварские обстрелы по вселенной соприкосновения. Если по Криворожскому району конкретно говорить, то ночью был удар. В результате обстрела Великой Костромки Зеленодольской громады сгорел частный дом. Также была обстреляна оккупантами территория Широковской громады в районе сел Кашевое и Запорожье и приграничные территории Апостоловской громады. Слава Богу, люди не пострадали. В тех домах, куда были попадания, люди были эвакуированы. Наши саперы продолжают очень сложную работу по разминированию территорий. Всего с начала войны на территории Криворожского района обезвредили уже почти 3000 кассетных и других боеприпасов. В Кривом Роге, благодаря слаженной работе военной администрации, ВСУ, правоохранительных органов и городских служб, ситуация сохраняется стабильной и полностью контролируется. По-прежнему убедительно прошу и Криворожан и переселенцев соблюдать все правила воздушной тревоги, светомаскировки и другие правила военного положения. Дисциплина – это тоже наше оружие. В Кривой Рог продолжают пребывать беженцы. С начала войны наш город стал новым домом для более чем 65 тысяч беженцев из 15 областей Украины. Это только те, кто остались, а транзитом еще больше 100 тысяч прошло. Только из Херсонской области к нам прибыло 30 тысяч людей. Это жители 79 населенных пунктов Херсонщины. Сегодня был Всемирный день беженцев. И мы в этот день, хотя это не праздник, это как раз день, в котором надо задуматься, мы вместе с заместителем главы Херсонской облгосадминистрации Эдуардом Науменко встречались с по-настоящему большой командой, которая вот уже четвертый месяц помогает у нас в городе переселенцам. Нами проведена и продолжает проводиться огромная работа. Спасибо всем, кто в ней участвует. Мы встречались и с теми, кто вывозил водителей автобусов, и с поварами, и с руководителями школ и детских садиков, где расселяются беженцы. Были главы территориальных громад Херсонщины, большие молодцы, волонтеры. То есть вся наша большая команда. Также сегодня вручили у нас в городе первые аттестаты и золотые медали выпускникам школ Херсонской области. Пусть в таких очень необычных условиях, но для ребят это настоящий праздник. Мы вместе с руководством Херсонской области организовали эту работу, чтобы каждый выпускник мог получить заслуженный аттестат. Для них это очень важно. Уважаемые выпускники Херсонской области и их родители, где и как вы можете получить аттестаты, об этом вы можете прочитать на моем официальном канале в Facebook Александр Вилгу или Telegram постом ниже. Продолжают прославлять Кривый Рог, как город сильных и неизгибаемых людей, наши спортсмены. На международных соревнованиях в Германии по плаванию наш спортсмен Лев Бабаков, я о нем уже раньше рассказывал, добился новых побед. Он завоевал сразу 4 золотых и 2 серебряных награды. Это реально круто. Поздравляю спортсмена, его родителей и тренера. Такие краткие итоги дня. Сохраняем спокойствие, выдержку, верим в наши вооруженные силы и нашу победу. Скучной вам ночи, дорогие земляки. Слава Кривбасу и слава Украине.